Итак, дорогие друзья, для тех, кем я вдруг не знаком. Я понимаю, что сегодня есть часть людей, которые вдруг меня не знают. Ах, кстати, кто меня не знает? Меня зовут действительно Андрей Александрович, фамилия моя действительно Остапенко. Я работаю профессором Кубанского государственного университета. Одновременно я профессор нашего института развития и образования. Одновременно профессор Екатериндарской духовной семинарии. Одновременно профессор Московской духовной академии. Ну и ни на один день, слава Богу, не бросал работу в школе. За 37 лет педагогического стажа у меня 21 год работы либо в роли директора, либо в роли заместителя директора школы. Сегодня я работаю советником по восстательной работе одного из частных лицеев нашего города. Вот поэтому, что такое воспитательная работа, я знаю не понаслышке. Мало того, я в лицее бываю как раз по вторникам. Я там сегодня разруливал кучу всяких проблем, которые накопились. Проходите, проходите. Вот. И тогда, вот, кроме того, я работаю главным редактором журнала «Воспитательная работа в школе», это федеральный журнал. И главным редактором журнала «Школьная технология». Вот. Поэтому вдруг кому что интересно, у кого-то накопились какие-то интересные находки, и вы хотите, чтобы они были опубликованы в центральных журналах, то это ко мне. Вот. Если, ну, скажем, я еще в конце на последнем слайде, где будет написано «Спасибо за внимание», там будет еще раз будет QR-код моего телеграм-канала, через который можно на меня всегда выходить. Выходите. Вот. Сегодняшняя лекция в цикле, весеннем цикле открытых лекций, третья. Третья. Ну, получилось так, что, ну, это первый цикл открытых лекций после пандемии, после ковида. Вот. До пандемии, до ковида эти лекции были весьма и весьма у нас регулярными. Мало того, я их читал еженедельно. В 19-м году цикл моих лекций был 11 лекций подряд, по вторникам. Ну, в этом году их будет, получается, через один вторник. Итак, тема сегодняшней нашей встречи. Из чего состоит полнота воспитания человека вообще и полнота воспитания подростка в частности? Я хочу напомнить тем, кто был на прошлой лекции. Я как-то, получается, что сегодня больше тех, которые не были в прошлый раз. Ну, ничего. Вот. Я хочу напомнить, что на прошлой лекции мы принципиально разобрали один весьма и весьма сложный вопрос. Педагогический, который запутан, дальше некуда. Вот. Это вопрос, чем отличаются три педагогических процесса. Процесс становления человека, развития человека и формирования человека. Вот поверьте мне на слово, я ни один, ни два раза действующих учителей в том же Институте развития и образования у нас на курсах повышения квалификации задавал вопрос. Коллеги, объясните мне, чем отличается становление, развитие и формирование? Очень часто я слышу вопрос, что это одно и то же, просто разными словами назвали. Ну, есть разные слова, по всей видимости, за этим стоят принципиально разные процессы. И вот я в прошлой лекции говорил, что когда-то, еще в 90-е годы, один из моих больших друзей и наставников, единственный доктор педагогических наук в Рясе, автор единственного в нашей стране учебника православной педагогики, к сожалению, уже покойный, архимандрит Георгий Шестун. Он, кстати, он создал единственную в стране межвузовскую кафедру православной педагогики, в которую входили преподаватели Самарской духовной семинарии и Самарского педагогического университета. Межвузовская кафедра, да? Так вот, еще давно, в 90-е годы, в конце 90-х годов, мы с ним познакомились в 95-м году, он был только, ну, как бы отработавший 16 лет преподавателем физики в одном из Самарских ПТУ, стал священником. И вот отец Георгий очень четко тогда развел, тогда он еще был отец Евгений, он не принял монашеский постриг, он еще тогда, у них была достаточно трагическая ситуация, то есть, когда его супруга Ира, матушка Ира заболела онкологией, и они приняли решение принять одновременно монашеский постриг, вот, потому что ей врачи отводили достаточно короткий период жизни. Ну, в итоге она прожила достаточно долго, успела построить монастырь, то есть, они с двух сторон Волги построили два монастыря, мужской жизнь. Так вот, отец Георгий еще в 99-м году в письме, мне в личном письме, я сейчас готовлю их публикации, писал о том, что есть принципиальное различие между процессом становления человека и развития человека. Вот я хочу напомнить вам вот эти слова с прошлой лекции, обратите внимание, слово становление, так, я выключу, виноват, исправлюсь, что я не выключу. Слово становление происходит от слова становиться, стать, как писал когда-то в словаре Ожегова, становиться, что пишет, да? Спасибо, Георгий. Вот, слово становиться, это значит принимать вертикальное положение. Вот, а слово развитие происходит от глагола вить, то есть, есть, птицы вьют гнезда, свить это смотать, то есть, когда мы открываем самый первый в истории нашего Отечества словарь Академии Российской, это еще словарь конца 18 века, там очень черным по белому было написано, что развивать это, разматывать, развертывать то, что было свернуто. И когда-то великий наш русский религиозный философ Константин Николаевич Леонтьев, который написал, помните, книгу «Византизм и славянство», именно в этой книге он писал, что развитие – это как бы разлитие человека вширь. То есть, становление – это вертикальный процесс, а развитие – это горизонтальный процесс, причем есть вертикаль развития и не горизонталь, а горизонт, ой, вертикаль становления, простите, и горизонт, многовекторный горизонт, потому что горизонт, он со всех сторон. Вертикаль – она одна, потому что если чуть-чуть, это уже не вертикаль, а горизонт со всех сторон. Так вот, очень чётко разводятся процессы духовного становления и душевного развития. И чем они отличаются? К душевному развитию относятся три процессы. Развитие воли, развитие ума и развитие чувств. Мы прекрасно понимаем, я в прошлый раз очень чётко говорил, если, вот представьте себе такого, ну, мы говорили о иерархии человеческой природы, что есть телесность, душевность и духовность, тело, душа и дух. Вот чем они принципиально отличаются? Мы говорили, что душевная сфера состоит из трёх частей. Воля, разум, воля и чувство. Разум сверху, да, они подчинены разуму. Я, как помните, я тогда говорил, вдруг кто был, я барышням говорил, представьте себе у вас потенциальный жених. С точки зрения телесности всё нормально, молодой, красивый, сильный, здоровый, не лысый, не очкарик, вот, с точки зрения душевности всё нормально. Интеллектуал, волевой, чувственно-эмоциональный, дарит вам цветочки, конфетки и читает стихи на свидание. Хотите такого жениха? Они все сказали, да, конечно, я сказал, но подлец. То есть мы понимаем, что душевная сфера человека не отвечает за вопросы добра и зла. То есть вот, если вернуться к этой картинке, которая здесь, да, то есть есть душевная горизонталь, горизонт, простите, вот, и есть духовная вертикаль. Что такое духовная вертикаль? Или духовное восхождение, духовное становление, это процесс, в результате которого человек двигается от нравственного релятивизма, когда он не различает добра и зла. Когда он говорит, ну, добро и зло, это такие условные понятия, это люди придумали, это когда, смотря с какой стороны посмотреть, если у меня упор ли, то это плохо, если я утащил то, что плохо лежало, то вроде ничего, вот, до духовного абсолютизма, когда мы прекрасно понимаем, что добро и зло – это понятия абсолютные. Понимаете? То есть беда в чём? Вот я, один из главнейших выводов, который был на прошлой лекции, я его повторю. Говорю, представьте себе, что к вам в дом лезет бандит, который не скрывает своих намерений убить ваших детей. Вот. Вы хватаете, что не попадя, кухонные ножи, убиваете бандита, защищая своих детей. Я спрашиваю, в прошлый раз, помните, я говорил, я не буду вас спрашивать, правильно я поступил или неправильно. Я буду спрашивать, я совершил зло или добро. И вот тут вот как раз возникает всякая коллизия. Понятно, что убить человека – это зло. Но беда в чём? Самая большая вот такая нравственная путаница в наших головах происходит, знаете где? То есть когда нам почему-то кажется, что нравственный выбор мы чаще всего делаем между добром и злом. Если бы мы нравственный выбор делали всегда между добром и злом, нам бы жить было чрезвычайно легко, потому что они очевидны. А на самом деле жизнь нам подкидывает ситуацию, когда мы выбираем не между добром и злом, а между одним злом и другим злом, и третьим, и четвёртым, и двадцать пятым. Убьют моих детей – зло. Убью бандита – зло, потому что мы знаем, что не убей. И мы из двух зол выбираем то, которое нам кажется меньшим. Но подлость всего этого заключается в чём? В том, что как только мы выбрали зло, которое нам кажется меньшим, оно перестаёт нам казаться злом. И оно говорит нам «надурили дурака на четыре кулака», оно торжествует, что мы его считаем уже не злом. Якобы мы не должны за него нести ответственность. Вот это вот сложнейшая штука. Так вот, духовное становление, вертикаль – это процесс, в результате которого у человека, по большому счёту, появляется то, что называется словом «совесть». Потому что совесть – это главный орган духовной сферы человека, который позволяет, как пишет Владимир Иванович Даль в своём словаре, совесть – это деятельный орган человека, который позволяет различать добро и зло, но поскольку он не просто лакмусовая бумажка или индикатор, который показывает вот там вверх, вот там вниз, он деятельный орган, который нас подпихивает к добру и отвращает от зла. Вот. Что такое бессовестный человек? Это человек, не способный различить добро и зло в себе и в других. Вот. У что такое совесть? Ну, отошлю прошлое лекарство, да? Вот. Так, таким образом, и я вспоминаю слова отца Георгия, который сказал, что точка пересечения, этот крест, она может быть на разной высоте. То есть можно быть вот широко образованной, широко развитой, простите, низостью, тот самый потенциальный жених, который интеллектуал, красавец, эмоциональный и всё остальное, но подлюка-подлюка. То есть широко вширь, но точка пересечения низко. А можно быть высокодуховным. Я тогда приводил пример моих потрясающих встреч с афонскими монахами, со старцами, да? Которые, я вспоминаю отца Еремию Алёхина, который был настоятелем Свято-Пантелимонова монастыря на Афоне, который в сто лет ровно умер, вот, у которого из образования были только курсы помощника машиниста-паровоза, и всё. Вот. Но при этом он был настолько внутренне глубоким и прозорливым, что, ну, отреп брала. Вот. И точно так же, когда я приводил пример, когда один из, не буду говорить, кто из старцев, знакомый моим семинаристам, я приводил это в прошлый раз пример, он на него смотрит и говорит, ты когда вернёшься отсюда из Греции домой, ты скажи своей девушке, что ты с ней расстаёшься, потому что я же вижу, что ты не собираешься на ней жениться, поэтому не морожь девушке голову, ладно? Вот. Он бедный побагровел, и говорит, да, это так. Откуда вы знаете? Я знаю, говорит. Поэтому всё, хватит. Я тебе всё сказал. При этом, то есть у этого старца там, ну, скажем так, чтобы у него там какие-то университетские образования или докторские дипломы, понятно, что нет. Но духовная высота потрясающего уровня. Так вот. Я прошу прощения за то, что за это, ну, скажем так, отклонение, краткое содержание предыдущей серии, но без него дальше будет тяжело идти. Итак, нам сегодня необходимо разобраться, а каким образом мы можем обеспечить, нам же интересно педагогически, как обеспечить процесс духовного становления, духовного взросления и процесс душевного развития. То есть вот эти, то есть получается у нас, как бы сейчас будет такой, вот этот крест мы сейчас очень внятно с вами и будем разбирать. Вот на этой картинке закончилась прошлая лекция, что я сказал, что человек как бы метафорично напоминает собой дерево, которое одновременно растет вверх, потому что там есть солнце. Дерево туда растет вверх. Причем против закона всемирного тяготения. Когда мы говорим, гений Ньютона открыл закон, как яблоки падают вниз. Я говорю, если бы он еще открыл закон, как они туда вскарабкались наверх, он был бы еще большим гением. Потому что кто физики, тот прекрасно знает, что для того, чтобы поднять тело массой М на высоту H, надо выполнить работу МЖН по преодолению силы тяжести и так далее. Когда мы говорим о человеке, то вот еще одна фраза из позапрошлой лекции, о том, что порог, выражаясь церковным языком, грех, я как профессор в Духовной Академии, имеет три тактико-технических свойства, я уже говорил. Это первое, он привлекательный, сволочь, приятен, гад, и доступен, то есть легок в усвоении. То есть он притягателен. И поэтому процесс вертикальный, процесс духовного становления человека, это процесс преодоления, притяжения мерзости, притяжения пороком и грехом. Это и есть процесс духовного становления. И одновременно дерево растет вширь. А для того, чтобы оно росло вширь, его надо поливать, удобрять и обирать гусениц. Если мы говорим о человеке, для того, чтобы ребенок, наш подросток, развивался вширь, интеллектуально, волевой, эмоционально, ему надо создавать для этого условия, отправлять его в музыкальную школу, спортивную, художественную и так далее. А для того, чтобы у него... А что такое формирование, третий процесс? Это уберечь его от соблазнов. То есть формировать эту крону, чтобы она не была перекошенная. А то он увлечется боксом и забросит музыкальную школу, спортивную, и увлечется только в одну сторону, будет кособокое дерево, и теперь мозги выбьют. И ничего хорошего из этого не получится. Так вот, для того, чтобы обеспечить вертикаль и горизонталь, вот теперь начинается уже непосредственно сегодняшняя наша встреча. Вот этот крест подростка, или крест человека, выглядит следующим образом. В человеке, в его духовном становлении, в душевном развитии, всегда есть четыре главных процесса. По вертикали это процесс, по вертикали это разновозрастной процесс, есть значимые старшие и значимые младшие. То есть это процесс вертикального послушания старшим и наставничества младшим. И горизонтальные процессы, это процессы сотрудничества и соперничества, которые мы сейчас в деталях все с вами будем разбирать. И эти четыре процесса, они находятся в состоянии чередования, антиномичного пульсации. То есть нельзя все время заниматься только послушанием или только наставничеством. Эти процессы должны быть в состоянии чередования. Вот этот вертикаль и горизонталь образуют вот эту неслиянно-нераздельную, то есть, вы знаете, тут как бы пульсация, да? То есть вертикальные, потом горизонтовод процессы. А теперь в деталях разберемся с каждым. Итак, вертикальные процессы. Вертикальные процессы или по-другому мы их называем разновозрастные процессы. Или они же процессы духовного становления или духовного взросления. «Поход каючинной лошадку ведет под узцы мужичок». Писал Некрасов. Помните, сколько мужичку было лет? Шестой миновал, семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то отец мой, да я. То есть в шесть лет он мужик. Есть другой замечательный персонаж в русской литературе, это Митрофанушка, который был наоборот, да? И мы понимаем, что у человека всегда есть два возраста. Есть возраст биологический, то есть сколько нам... Вот я смотрю здесь в аудитории, глядя на вас, я вижу, что здесь ни одного младенца нет. Ну, видно, да? И ни одного глубокого старца тоже я тут не вижу. То есть есть такой разброс, но еще младенцев нет и стариков нет. Какой-то нормальный разброс. Но при этом мы хорошо знаем, что кроме биологического или паспортного возраста у человека есть другой возраст. Кроме вот этого объективного возраста есть субъективный возраст, или психологический, социальный, как хотите. И вот он иногда очень часто либо отстает, либо обгоняет. Вот в данном случае, когда мы говорим, не красовский персонаж, мужичок, которому шесть лет, он мужик. То есть у него социальный возраст выше. А когда мы говорим, маменькин сыночек в 40 лет, который ни семью не заводит, потому что он боится брать на себя ответственность. Мы говорим, он инфантильный. И вот тут мы сейчас с этим очень внятно разберемся. Итак, вот эти два вертикальных процесса. Вертикальный процесс послушания старшим и процесс наставничества над младшими. Сейчас мы с ними разберемся по очереди. Итак, процесс номер первый. Что это такое? Еще раз говорю, нам необходимо понять, что такое духовное взросление, духовное становление. Итак, я как физик, вы меня простите, я буду приводить аналогии, то есть биологии дерева, теперь буду с физикой, сообщающейся с собой. Малого уберем. Нам он понадобится дальше. Итак, чем принципиально отличается значимый старший от младшего? Старший от младшего отличается тем, что у младшего куча запретов. Стычки не трогай, через дорогу сам не ходи, ножницы не трогай, ножни бей. В общем, сплошное нарушение права ребенка. Почему мы не разрешаем ребенку брать что-то или делать что-то? А почему? А потому, что у него нет еще доста... Итак, внимание, сообщающиеся ссуды с разным уровнем жидкости. Эта жидкость называется ответственной. Что такое ответственность? Это способность нести ответ перед ближним, вышним, перед самим собой, нести ответ. Надо, чтобы еще кто-то спрашивал. И этот значимый старший. Так вот, смотрите-ка, тут срабатывает как бы простой элементарный закон ома. Смотрите-ка, для того, чтобы этот младший накапливал ответственность, то есть, а что такое взросление? Это процесс накопления ответственности. У него должен быть источник этой ответственности. У него должен быть значимый взрослый, который для него авторитетный. С которым они связаны вот этим краником доверия. То есть, если у меня есть взрослый, которому я доверяю, у меня есть источник ответственности, который человек, который за меня несет ответственность и плавненько мне ее передает. И тут получается, как закон ума. Чем больше разность напряжения, тем будет ток ответственности больше, но чем больше сопротивление, то есть, чем меньше доверие, чем более закрыт краник, чем я меньше доверяю старшему, чем он меньше для меня авторитет, тем меньше я от него буду что-то получать. И вот тут, смотрите-ка, вот такая вот простая картинка. В норме, я сейчас норму рисую, в норме старший несет ответственность за младшего, младший находится в состоянии послушания к старшему, и у этого младшего куча запретов. И это нормально, иначе он на дороге под машину попадет. Что делает правильный папа для того, чтобы научить правильного Васю правильно переходить дорогу? Он, держа за руку, раз 15, говорит, посмотри налево, посмотри направо, потом раз 15, не держа за руку, потом еще раз 20, просто наблюдая со стороны, то есть, он что делает? Он свою ответственность на него потихонечку перекачивает. А потом в один прекрасный момент Вася приходит домой, а папа ей говорит, сынок, мы тут с мамой лопухнулись, хлеба забыли купить, сбегай через дорогу за хлебом. Чего? Сам? Чего? Правда? То есть, с него снимается запрет. То есть, он переходит на новую ступень взросления, у него появляется новое право, то, чего не было снимать. Что такое снятие запрета? Это появление нового права. И вот это нормальное взросление происходит в двух типах общества, в двух типах социумов. В традиционном обществе, что такое традиционное общество? Традиционное общество – это общество, которое устроено на системе религиозных ценностей. Вот, допустим, мы читаем книги про языческую Русь. В определенном возрасте мальчика переводили из женской, или то, что называется инициация, из женской половины дома на мужскую событие. Новое признали. Впервые потом отец давал его, сажал его на лошадь, впервые давал оружие и так далее. Если это православная семья, семь лет – это метка взросления, то есть, ты уже не пойдешь на причастие без исповеди. То есть, будь добр, неси ответственность за себя сам. Четырнадцать лет – если тебе доверят, то, может быть, если тебе доверят, и ты накопил нужный уровень ответственности, то ей могут доверить ответственность за другого человека, и ты станешь крестным. Что такое родительское благословение на брак? Это снятие запрета на вступление в супружеские отношения, от которых вообще в норме дети появляются. А дети – штука ответственная. Вот. То есть, вот идет взросление, то есть, метки взросления. Второй тип общества, в котором это нормально происходило, это то, что мы называем советское идиократическое тип общества. О чем там идет речь? Октября. Пионеры. Там самол. Это определенные были метки взросления, причем они всегда сопровождались увеличением уровня ответственности. Что в каждом классе висело в каждой школе? Список класса и напротив каждой фамилии поручения. Мы с Тамарой санитары, мы с Тамарой, и ты физрук, ты культорк, и на тебе это лежит ответственность. Вот я прекрасно помню, когда мне было семь лет, и когда всех принимали в октябре, это в школе, я заболел. Причем не просто заболел, я заболел, я загудел в инфекционку на 40 дней. Гепатит А, Боткина, желтуха. И заперли меня, как пел Высоцкий, запирают в тесный бокс. И когда я вернулся в декабре в школу, выяснилось, что всех приняли в октябре, то у меня не было. И мне одноклассники все рассказывали, как это происходило, в зале боевой и трудовой славы Краеведческого музея, ветераны войны, это в 71-е годы еще полно было живых, ветераны войны, родители, там что-то обещали, клятву давали. Когда в октябре это дружные ребята, любят труд, уважают старших, только тех, кто любит труд в октябре, там и зовут. А я спрашиваю, Наталья Сергеевна, меня когда будут принимать в октябре? Она достает, ящичек выдвинула, звездочку пристегнула, мне говорят, тебя приняли заочно. Знаете, как будто бы что-то очень важное в жизни украли. Нет, потом, когда в пионеры было все очень... Там как повяжешь галстук, береги его, он с красным знаменем цвета одного. То есть, когда мы принимали пионеры, то есть ты понимал, что становишься старше, тебе поручают быть вожатыми у октября, а то младше. То есть, на тебя навешивали эти новые поручения и ответственность, и ты это принимал с радостью, потому что ты получал новые права вместе с обязанностями. Ты взрослел, то есть старшие признавали твое взрослое состояние. То есть, нормальное взросление происходит путем снятия запретов, то есть, через накопление ответственности. Ключевой вывод. Духовное взросление человека – это процесс накопления ответственности за себя, за других, за многих и так далее. Что дальше произошло? Произошло следующее. Для того, чтобы это накопление ответственности было, у каждого из нас должен быть значимый взрослый. Все взрослые, которые окружают подростка, они делятся как бы на четыре категории. Есть взрослые, которые делятся по родственному признаку, родственник и не родственник. То есть, свои, чужие и родные. А есть люди, которые, взрослые, которые делятся по духовной связанности. То есть, тех, которых мы называем чуждые и близкие. По духовной связи. И тогда все взрослые, которые окружают подростка, делятся на четыре категории. Родные и близкие. Родные, но чуждые. Чужие, но близкие. И чужие, и чуждые. И мы прекрасно понимаем, что духовная близость, вот это накопление ответственности, доверие, есть по духовной связанности. И мы сегодня имеем катастрофическую картину, когда приблизительно в городских условиях где-то 75% подростков от 12 до 16 лет, дети, которых нет значимости, социальной одиночества. При живых родителях, при живых учителях, социальных педагогах. А у него посоветуют сонистки, потому что он никому не доверяет. Вот в чем беда-то. В станичных условиях мы мерили это, ну, все равно в высоте, ну, чуть ниже, там где 67-68%. Вот. Так вот, смотрите-ка. Что произошло? Я почему ненавижу этот 91-й год? Потому что этот 91-й год совершил важнейшую подлость. То есть вот эту иерархическую структуру, а по большому счету пятую заповедь, почитание старших, что сделали? Вот представьте себе эту картинку, я беру ее так за шкварню и поворачиваю на 90 градусов. И что получается? Все равны. Все равны. А значит тогда не надо находиться в состоянии послушания старшему. Старший уже не несет ответственности за младшего. Но сам, то есть авторитет разрушается, забота исчезает, но самое большое и самое страшное исчезает запресс. Вы помните эти 90-е годы, когда можно все, есть один единственный запрет, запрет на запреты. И вот тут я хочу вспомнить еще раз ту цитату, которую я сказал в самом начале. Порок имеет три тактико-технических свойства. Привлекательность, приятность и доступность. И когда я сегодня слышу от компьютерщиков о том, что 84-86% трафика интернета в нашей стране тратится на скачивание просмотров порнографии, у меня волосы дыбом стоят. Почему? А привлекательность. И доступность. Вот. Тарабкаться не надо преодолевать чего-то. Вот это то, что сделали в 91-м году. Им не надо взрослеть. Самая большая подлость, которая была сделана в 91-м году, это то, что права ребенка поставили выше, чем его обязанности. В каждой школе в советские времена висел документ, который назывался «Право для учащихся». Он начинался с фразы «Учащийся в средней школе обязан». И дальше 20 пунктов, чего он обязан. Сегодня главный документ, который висит в школе, это выписка из Конвенции о правах ребенка. Я не против Конвенции о правах ребенка. Это нужно и важно. Но они не должны быть выше их обязанностей. Иначе мы уже получаем третье поколение садящихся на шею. Запад тут уже вообще долбанулся на всю голову, когда они ввели ювенальную юстицию, когда лишают родительских прав, отбирают детей. Если вдруг они его «но-но» наказали, а если еще, не дай бог, шлепнули, а что делать, если не... Мы же понимаем, что не входит через уши, загоняем через зад. Тут все понятно. Правило нормальное. И вообще, хороший кожаный ремень – это нормальная закладка для учебника-педагогики. Но мы же прекрасно понимаем, что это крайний случай. Еще раз говорю, что не входит через уши, загоняем через другое место. И тогда еще раз, что получается? Для того, чтобы происходило нормальное взросление, у каждого подростка должен быть значимый взрослый, которому он «а» доверяет, и который для него авторитет. Это ключевая вещь. То есть детское одиночество приводит к подростковому инфантилизму, приводит к тому, что не взрослеет и не накапливает на свою ответственность. А еще нынешняя наша идиотская либеральная либерда – это, она сказала, что все равны. Какой стать? Какой стать? Равны только те, кто имеет равный уровень ответственности. А если у тебя в ответственность все там, то извини, пожалуйста, ты не имеешь права сам переходить через дорогу, колющие и режущие брать, потому что ты не можешь этим пользоваться ответственностью. А уж вступать в супружеские отношения, без родительского благословения, да? То есть когда папа, можно жениться? Папа под затыльник, а когда в зеленый ищет. Да? Вот. То есть родительское, еще и так, еще раз, про что родительское благословение на брак? Это снятие запрета на вступление в супружеские отношения, которые вообще… То есть это метка взросления, от которых дети появляются. Дальше. Часть вторая. Наставничество. Теперь убираем старшего. Когда мы открываем учебник в педагогической психологии, мы там черным по белому знаем и читаем, что ученик усваивает 5% вот то, что слышал ушами, 10% вот того, что читал глазами, 20% если слышал и видел с иллюстрациями, 30% если были не просто иллюстрации, а динамические какие-то опыты там или анимации, 50% ученик усваивает, когда он с кем-то обсуждает в группе, 75% он усваивает, когда применяет на практике, но 95% ученик усваивает тогда и только тогда, когда он объясняет другому, когда он приходит и говорит, Андрей Александрович, я ему объяснял, 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 я аж сам понял. А, садись, пятерка, Дима. Че? Надо пятерку. Да пятерка. А че, спрашивать не будет? Да че тебе спрашивают, ты же объяснял. А можно я завтра тоже буду объяснять? Совершенно другая возникает мотивация. Вот. Так вот, до сентября 22-го года в нашем дурацком законе об образовании было написано, что образование – это услуга. Нужна была спецвоенная операция для того, чтобы наконец-то убрали это дебильное понятие услуга. То есть, если мы предоставляем педагогическую услугу, мы – педофицианты. Вот. То есть, учитель и преподаватель бы поставлен в один ряд с таксистом, официантом, парикмахером и кондитером. Я не против этих специальностей. Во, как они нужны. И очень важны и нужны. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Но они не изнесут ответственность за будущее Отечество. А я несу. Я государев человек. И превратить меня в педофицианта была последняя подлость. Слава Богу. Ну, че же говорим. Специальная военная операция нужна была для того, чтобы наконец-то в сентябре 22-го года внести поправку закону образования, что образование – это не услуга, а благо, служение и дар одного поколения другому. Неужели это не очевидно? Вот. Так вот, смотрите-ка. До дури потребительства не додумались никто. Ни коммунисты, великий Ильенков, гениальный советский философ, марксист на позапрошлой неделе, столетие. Вообще, позорно, даже нигде, ни по телевизору, ничего. Гений, педагогики, гений, и философии. Эвальд Васильевич Ильенков писал, который занимался воспитанием слепоглухих детей. Он писал, человек становится личностью тогда и только когда, когда производит ценности для других. Не потребляет, а производит. Задолго до Ильенкова великий православный христианский святой, преподобный Максим Исповедник, это, между прочим, восьмой век, писал, мое только то, что я отдал другому. Еще раз говорю, до дури потребительства не додумались. Ни коммунисты, не православные. Это позднее изобретение этой либердет, которой мы сейчас внятно избавляемся. Создаем общество потребления. У нас министр был, Андрей Александрович Фурсенко, который восемь лет рулил, когда в 2007 году его спросили на молодежном форуме, Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, вы так интенсивно реформируете систему образования, вас, видимо, советская система чем-то страшно не устраивает. Скажите, чем? И вообще, вы можете внятно сказать, какова цель сегодняшнего российского образования? То, что он тогда сморозил, я не знаю, как его до сих пор еще держат в советниках президента. Да? Тогда он сказал, советская система меня не устраивала тем, что она пыталась формировать человека-творца, то есть не нужны творческие люди. А дальше, дословно, задача сегодняшнего российского образования это подготовка квалифицированного потребителя. Ну, если образование системы потребления, то она не может воспитать никого, кроме потребителя. Вот где беда. Вот. И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы человек становился человеком, неважно, православный, ты марксист, мусульманин, то есть у тебя должен быть объект заботы. Человек становится человеком, если у него есть объект заботы. И домашней кошечкой, домашней собачкой тут не обойдешься. Тут нужен человек. Вот. Поэтому, если в школе не выстроена вертикальная связь вот этого наставничества, шефства, вожатской работы, это скверная система воспитания школы. То есть, если в школе не выстроены вертикальные связи и взаимодействия, а есть только горизонтальные одновозрастные, а одновозрастные структуры это конкурентные системы. То есть, когда мы, вы знаете, тут ситуация в чем, когда мы в одном и том же классе, Сережа, помоги Пете. А Петя говорит, а я что, хуже? А не одного возраста. Если мы говорим, Сережа, завтра, помоги мне завтра вместе пойдем в пятый класс помочь. Мне надо в пятый класс. Да, конечно. И у него будет совершенно другое отношение. И к вам, потому что он почувствует, что такое теоретическая работа. Он по-другому к вам будет относиться. Поэтому второй фактор, который обязательно должен выстроен в воспитательной работе, это у каждого ученика должен быть объект заботы. Либо дома младшая сестренка, либо в школе младшая. То есть, без объекта заботы мы будем воспитывать жлобов, конкуренцию. Я помню, когда сказали, идеал современного российского молодого человека, один большой начальник сказал, это воспитание конкурентоспособного лидера. Вы что, сдурели? Что такое конкурентоспособный лидерчик? Я ему говорил, с острыми локтями, тяжелыми копытами, которые готовы всех затоптать, чтобы обстоятельства его перейти. Мы это хотим. Вот. А потом они через верхний ларс бегут, как только объявлена мобилизация. Касается их, не касается, на всяких случаях бежим. Вот. То есть, заботы, даяния нету. Вот в чем дело-то. То есть, какая ни была советская система, но она говорила, один за всех, все за одного, если не я, то кто же. А нам 30 лет потом через флоганы фирмы Pepsi-Cola внушали, бери от жизни все, не дай себе засохнуть. Жуть какая-то, совершенно жуть какая-то. Вот. Поэтому делаем промежуточные выводы. Для того, чтобы происходил процесс духовного становления, духовного взросления, как накопление ответственности, у каждого человека должен быть значимый старший и значимый младший. И эти процессы должны находиться в состоянии чередования. Тогда этот Вася, который наставничает над младшим, он будет по-другому смотреть на того, своего старшего товарища, он будет понимать, что это трудно быть наставником. Он будет по-другому ценить. Переходим на горизонтальные процессы. Итак, если вертикальные процессы это процессы становления, то горизонтальные процессы это процессы развития. И здесь, если вертикаль это разновозрастная, духовная, событийная общность, то по горизонтали это одновозрастная или то, что мы называем ровесническая. И вот тут и здесь два направления сотрудничества и соперничества. Сейчас мы с этим внятненько теперь и разберемся. Так вот, если там у нас событийная иерархия, то есть иерархия, то здесь мы говорим равенство. И первое, о чем я хотел бы развести понятие, это понятие ровесники и сверстники. А то некоторые думают, что это одно и то же. Ровесники и сверстники это разные понятия. Ровесники это одногодки, то есть ровесники, прожившие равное количество вёсен. А сверстники это те, которые прошли равное количество вёрст. То есть достижения. Они могут быть разные по возрасту, но по уровню достижение, вот у меня мои две младшие дочери, они учились в одном классе, хотя между ними разница была полтора года. Ну вот младшая догнала, 5,5 лет пришла, 20 сентября в первый класс пришла, сказала можно я, папа, больше в садик не пойду, я ничем не отстоюсь. Вот, ну, я правда ее уговорил еще походить в детский садик, если же не было там этого, выпускного, платья красивого садика. Она еще неделю походила, потом приходит, говорит, ну не нужно мне свое платье, я пойду, я пойду в первый класс к сестре, да, и так они по жизни вместе в школе, и потом, ну, потом разошлись, одна в сферу музыки, а другая в сферу изобразительного, в смысле, одна дизайнер, а другая оперная деятельность. Ну вот, ну, в музыкальную школу вместе ходили, в художественную вместе ходили, в классе вместе были, и так далее. Мы с Самарой ходили, вот они сверстники, но не ровесники. Итак, если вертикаль, она событийная, то горизонталь у нас содружеская. И вот тут надо разобраться с этим сложным словом друг, да? То есть вертикаль – это иерархия, а горизонталь – это равенство. Она основана на дружбе. Кто такой друг? Ну, поскольку для меня родной язык украинский, да, то в украинском языке как мы считаем? Первый, другой, третий, четвертый. Другий – это второй. То есть друг – это не только другой. Второй – один из двух, без отношения последовательности чисел, да? В украинском – другий, в белорусском – другий. Друг – это второй, иной я. Причем этот второй я, который рядом со мной, не важно, кто из нас. Я для него друг, другий, второй. А он для меня друг, поэтому я для него второй. Он для меня второй, я для него второй. То есть среди нас вроде как нет первых. Мы оба первые, оба вторые. То есть у нас нет вот этого соревновательности, кто первый. То есть мало того, в славянских языках это единственные языки, где эти слова удвоены. Друг друга, друг другу. В украинском – один – одного. Вот, то есть вот это подчеркивает равенство обоих, где нет ни первых, ни вторых. Мы вместе идем по одному пути, тогда мы друга, говорят литовцы, друга спутники. Вот, ну а когда мы вместе, мы дружина. Мало того, в украинском языке словом дружина еще и супругу называют. Дружина. Вот, поэтому вот эта вот горизонталь, она дружеская. Итак, разберемся с первой частью. Сотрудничество. Что такое сотрудничество? Это совместное преодоление трудностей. Как бы понятно, да? Совместное преодоление трудностей. Но, вот это самое, значит, что получается? Для того, чтобы развитие, еще раз говорю, интеллектуальное, эмоциональное, волевое развитие, необходимость, ситуацию совместного преодоления трудностей. Ситуация трудностей бывает двух видов. Это общее дело и общая беда. То есть потому что общая скорбь. Поэтому, когда мы в воспитательной системе хотим воспитать сотрудничество, что такое? Через сотрудничество воспитывается что? Взаимопомощь, взаимовыручка. Вот это что-что. Со и взаимо. Вот. То есть мы создаем, мы помогаем нашим ребятам, подросткам находить общее дело, в котором они вместе растут. И тут как бы все понятно. Значительно сложнее вот это взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка. Это значительно сложнее, когда мы говорим об общей беде, общей скорбе. То есть для общее дело мы можем придумать, создать и так далее. Беду-то мы не будем создавать. Вот тут я, когда на курсах повышения квалификации работаю с классными руководителями, я отдельно об этом читаю фактически такой фрагмент, я сейчас кусочек из него вам расскажу. Беда – это такая штуковина, которая не спрашивает, когда прийти. Она берет и приходит. И если вы к ней как педагоги не готовы, то вы наломаете дров. Но при этом я сейчас вам скажу совершенно жуткую, и вам на первый взгляд покажется, циничную вещь. Беда, скорбь и печаль, которая приходит внезапно, я сейчас скажу циничную вещь. Это колоссально педагогически выгодная ситуация, через которую можно воспитать такие взаимоотношения между подростками и детьми, которых ни в какой другой ситуации воспитать невозможно. Почему? Потому что, вот я приведу такой очень жуткий пример из собственной педагогической фрагмы. Когда мои дочери были в седьмом классе, у их одноклассницы после долгой тяжелой болезни умерла мама. А через три недели в результате несчастного случая погибать. И у этой Даши, седьмой класс, еще две сестренки. Маша в пятом, Саша в третьем. Саша, Маша, Даша. Даша старшая, семиклассница. Они остаются с престарелой бабушкой, которая работала когда-то у нас в школе пенсионерка, учительница английского языка. С трудом мы уговорили, чтобы на нее оформить опекунство. И вот ситуация такая. Ситуация педагогически в чем она выгодна? В том, что мы... А вот в чем она выгодна? Сейчас я начну немножечко издалека. Дело в том, что мы с вами люди, которые каждый день не бывают на похоронах. Которые не имеют дела каждый день со смертью. Мы с вами не травматологи, у которых на операционном столе умирает люди, погибшие в ДТП. Мы с вами не в морге не работаем. И даже мы с вами не священники, которые отбивают спокойствие. То есть мы не имеем дела со смертью каждый день. А вот те люди, которые имеют это отношение, ну в частности, у меня много друзей священников, с которыми я могу делиться, и которые могут со мной делиться своим житейским опытом. Так вот, есть одно наблюдение. Родственники умершего или погибшего человека чаще всего поведение во время похорон бывает двух вариантов. Нет, бывают разные варианты, но две крайности. Либо растерянно-истерическое, когда они не знают, за что хвататься, особенно если это внезапное смерть, потом если смерть ребенка. То есть это истерическое состояние этих родителей несчастных. И слава богу, если находятся какие-то люди, родственники или знакомые, которые берут на себя все эти. Есть другая крайность, когда они эту ситуацию, человек воспринимает сдержанно, внутренне сконцентрированно, сосредоточенно и торжественно, потому что он знает, что я должен все взять на себя, потому что это последнее, что я могу сделать для этого человека здесь, на этой земле. И чаще всего каких-то промежуточных вариантов, ну, крайне редко. То есть, либо истерика, либо я никому не доверю, это мой близкий человек, я должен сделать все сам. И вот была у меня однажды дипломница, Настя, причем сирота, девчонка, которая когда-то писала у меня дипломную работу на тему социально-психологическая помощь подростку в ситуации острого горя. И мы с ней решили сделать некое исследование, которое выявило совершенно фантастические результаты. Я не буду рассказывать методику этого исследования, но результат оказался следующим. Эти два типа поведения людей на похоронах близких, разные типы, серьезным образом зависят от наличия или отсутствия опыта переживания беды в детском и подростковом возрасте. Если, вывод ключевой, если мы в детском возрасте, а мы понимаем, что 7-8 лет, это достаточно человек, который может воспринимать вопросы жизни и смерти. То есть если мы там в подростковом возрасте лишали ребенка сопереживания беды, бабушка в деревне умерла для того, чтобы не травмировать детскую психику, ему уже 10 или 11 лет, бабулю втихаря похоронили, самого Васю отправили к тетке в другую деревню, а потом через месяц сказали, что бабушка померла, он потом всю жизнь обижается, что не дали попрощаться с бабушкой. Мы его лишили возможности сопереживания. А потом, когда этот Вася достигает взрослого состояния, и его надо хоронить собственных родителей, он в раскоряку не знает, за что хвататься. У него этого опыта нет. Поэтому, когда Великий Сухомлинский говорил, что мы должны создавать в школе школу радости, я не буду говорить, что мы должны создавать школу печали, она сама придет. Но надо быть очень готовыми, то есть разруливать эти ситуации очень грамотно. Если в вашем классе у ребенка есть беда, смерть родных, развод родителей, то есть какая-то беда, сколько к нему пришла. То есть вы должны воспринимать эту ситуацию колоссально, еще раз говорю, еще раз говорю за этот ценизм, педагогически выгодную ситуацию, когда мы в остальных детях, для которых эта беда вроде не моя, то есть мы можем в них воспитывать это сопереживание и помощь. А когда эта беда придет к ним, они будут к этой беде значительно более готовы. Поэтому вот эта ситуация сотрудничества, она происходит либо через общее дело, либо через общее беду, которую не надо бояться. Звать ее искать не надо, она сама придет, не волнуйтесь. Но если вам пришла беда, единственное, что я должен сказать, что если в вашем классе, а вы классный руководитель, произошла беда, и вы хотите каким-то образом ее педагогически выгодно использовать, вы должны это делать фактически в согласии с родителями, чтобы потом вам не сказали, что вы травмируете детскую психику, но родителям тоже это надо объяснять. Но объяснять не тогда, когда ситуация пришла, а объяснять заранее. Что вдруг, если чего, я хочу, чтобы вы были моими помощниками. Вот это очень принципиальная, важная штука. То есть поэтому вот это сотрудничество, оно происходит либо через общее дело, но не просто, то есть это общее дело должно быть полезным. Оно должно быть вместе вымечтанно. Если оно будет навязанное, я уже вам говорил, навязанная цель освобождает от ответственности за ее достижение. Четвертая часть. Соперничество. Вот тут я еще одно, сейчас сделаю такое важное заявление. Соперничество и конкуренция – это не одно и то же. А то некоторые говорят, соперники и конкуренты – это синонимы, ничего подобного. Слово соперничество, русское, иноязычное слово конкуренция происходит от глагола курент толкать. То есть конкуренция – это столкновение. А слово соперничество происходит от глагола переть. Прусь, движусь. Да? Вот. Соперничество – это совместное перение к какому-то результату. То есть отсюда идет распря, спор. То есть вот этот корень пер, индоевропейский, он в санклите еще есть, да? То есть он означает действие, исполнение действия направленного вперед. То есть слово вперед и слово соперничество – это однокоренные слова. Корень пер – там приставка в, а там приставка со. соперничество – вперед. Корень пер – и речь – двигаться вперед. То есть соперничество, оно же состязание. А что такое состязание? Это совместное стяжание результатов. Соревнование. В русском языке ревностный – что такое? Не тот смысл, когда мужик в столбу по дарному ревнует. То есть ревностное отношение к делу. Это какое? Ответственное, тщательное, то есть ревностный. Это значит тщательно выполняющий какое-то дело. Поэтому со-ревнование – это совместное действие в достижении какого-нибудь результата. Поэтому смотрите-ка. Чем отличается со-трудничество от со-ревнования? Здесь очень важный такой момент. Вот это со-перничество, со-ревнование, со-стязание, когда мы для наших подростков, для наших школьников создаем ситуацию, когда они между собой, ну так и хочется добавить здоровое соперничество. Хотя соперничество не может быть нездоровым. Оно изначально по своей сути здоровое. Нездоровая конкуренция. А соперничество изначально здоровое. Это как говорят есть традиционная и нетрадиционная семья, люди добрые. Вот есть семья, она не может быть, она изначально традиционная. Все, что не традиционное, это уже не семья, а блудное сожительство. Вот, выражаясь там, да, причем разных вариантов. Вот. так вот, так вот, что получается. Соревнование, соперничество это ситуация, когда наши подростки, наши люди вместе соревнуются в физической силе. Мальчишки буцкаются там, меряются силами, девчонки там в рукоделии там или еще в чем-то. Но наша задача заключается в том, чем отличается соперник от конкурента. соперник это человек, который умеет радоваться победе другого. Почему? Мы же вместе шли к этому результату. Ну, сегодня не я пришел, а пришел мой друг, я готов, не потому, что я там буду зависть, потому что конкуренция это такая хрень, внутри которой в обязательном порядке сидит зависть. Сидит зависть, вот эта мерзопакостная зависть, одна из страшнейших проявлений гордыни. Вот. Когда мы говорим о соперничестве, там этого нет. То есть, если мы вместе двигаемся к некому результату, ну, сегодня к финишу пришел первый Вася, я буду радоваться за Васю, буду всячески поздравлять. Конкурент не умеет радоваться победе другого, он будет огорчаться и ненавидеть. Соперник это человек, умеющий радоваться победе другого. Я понятен. Таким образом, у нас есть чередование состояний соперничества и состояние сотрудничества. Таким образом, четыре процесса, два вертикальных послушания и наставничества и два горизонтальных соперничества и сотрудничества обеспечивают полноту воспитательных процессов становления и развития человека. как третий. Мы понимаем, что в разном возрасте все происходит по-разному. Соотношение послушания и наставничества в разном возрасте будет разным. В младенчестве послушание в максимуме я еще младенец, я еще ни над кем не наставничаю. 100-летний дед, у него над ним уже никто не наставничает. Он только всех получает. Вот. То есть, вот это соотношение послушания и наставничества от детства к старости происходит по диагонали. То есть, вот эта точка пересечения этого креста, она сдвигается. Понятно, да? Смотрим теперь вертикаль. Тут немножко по-другому. В младенчестве у меня, то есть, мы помним, это содружеские отношения. В младенчестве у меня еще нет друзей. То есть, по мере взросления у меня расширяется круг дружеских связей. Кстати, вот молодые люди, которые здесь сидят, вы находитесь в том нежном возрасте, когда, вот это в юности, да, когда количество дружеских связей становится максимальным. А потом я вам понарошку скажу по секрету, да, потом происходит, как говорил великий, один из моих любимейших поэтов Юрий Давыдович Левитанский, он писал, все уже круг друзей, тот узкий круг, где друг моих друзей, мне тоже друг, и брат моих друзей, мне тоже брат, и враг моих друзей, мне враг стократ. Все уже круг друзей, все уже круг, знакомых лиц и дружественных рук, все шире круг потерь, все глуши зол ушедших и умолкших голосов. Распался круг, ощущается, круга нет, распался, не упрекав ни обид, спокойные движения вонят по разобщенным реликстам орбиты. То есть, если там была просто диагональ, то здесь ромб, оп, а потом стоит, вот я интересно, у меня перед Новым годом, я был на двух похоронах, на двух похоронах двух бывших профессоров в политеху. Один 98-летний дед, то есть это отец моего свата, ну, фактически, отец, дедушка моего зятя, вот так, да, 98-летний дед. А потом следом мы хоронили директора лицея ИСТЭК, бывшего проректора политеха, Владимира Сергеевича Симонкова, которому было 75. Разница в 20 с лишним лет. Вот это интересно, да? На похороне деда были только родственники. Говорит, а некого, ему 98, все его друзья умерли раньше не было. А на похороне 75-го лета был толпы людей. Причем, и тот, и другой, заслуженные профессора, их похоронили, кстати, рядами полосы, их похоронили на этом квартале, как это, участок почетных граждан города Краснодара на Славянском кладбище, рядышком. Я там, кстати, ни разу в жизни не был, тут как бы два раза подряд. То есть, одного было к кому хоронить из друзей, а у другого уже не было, они ушли все. А теперь мы вот эту ромбическую вертикаль и диагональ горизонтальную совместим. То есть, мы видим, что получается. Максимально широкий крест получается в той самой области юности. Поэтому, дорогие мои, юные студенты, вы находитесь в том нежном возрасте, то есть, когда вы будете обретать друзей, которые будут друзьями ваших до конца жизни, которые вы будете беречь, их потом будет становиться все меньше и меньше. С кем-то вы поссоритесь, с кем-то, но обрести друзей в более поздном возрасте уже значительно тяжелее. Мы уже переборчивы. Нас то не устраивает, то не устраивает. Вот. И поэтому вот это соотношение, оно меняется с возрастом вот таким вот образом. Дальше. А теперь то, что мы называем типы нарушений. Вот этот крест, я вам все время рассказывал о норме, а теперь я расскажу об аномалиях. У нас немножечко времени есть, я все успеваю. Ой, два моих любимых человека, два великих ученых. Мне повезло в жизни. Виктор Иванович, сегодня с ним дважды разговаривал, так сказать, телефон, и мы сейчас с ним делаем совершенно совместный проект. Сцен-корреспондент Российской Академии Образования, доктор психологических наук и академик Валерия Сергеевна Мухина, по которым весь мир учится по учебнику возрастной психологии. Она в книге рекордов Гиннеса за то, что ее учебник, там, по-моему, на 27 языков мира переведен был, что ли? Она была первым оппонентом у меня на докторской защите. Вот это два великих ученых, которых мне просто повезло быть не просто там с ними знакомым, а вот общаться в совместных проектах, вот совместно много чего-то делать. То есть, когда я приезжаю в Москву, они еще живут на соседних станциях метро, Валерия Сергеевна Войковская, я Виктор Иванович на водном стадионе. Если я бы заехал к Виктор Ивановичу, но не заехал к Валерию Сергеевну, а буду заехать к Сильбусу. Чего я заехал? Вообще-то уникальные, конечно, люди. Так вот, независимо друг от друга, они создали две теории. У Виктора Ивановича она называется отождествление и обособление, а у Валерия Сергеевна идентификация и обособление. О чем идет речь? Речь идет о том, что... Я приведу такой пример. Это важно. Американский психолог Ирвин Альтман когда-то ввел такое странное понятие в психологии, как приватность. Что такое приватность? Приватность – это способность человека контролировать доступ к себе. Вот я дал определение, а теперь приведу пример. Вот я человек, который занимается педагогической деятельностью и в школе, и в вузе. Дети уже выросли, и дома никого нет, кроме супруги. Я прекрасно помню то время, когда они были маленькими. Когда ты провел в школе три урока, потом две пары в университете, когда ты пришел и ходишь домой, тебе уже никого видеть не хочется, потому что целый день на людях. Они говорят, папа, расскажи, скажи. А тебе уже ничего не хочется, и ты через силы это делаешь. Потому что тебе хочется куда-нибудь забиться в угол, никого не видеть, потому что ты целый день на глазах у людей. Так вот, приватность – это способность контролировать доступ к себе. У этого явления психологического есть два нарушения, которые заключаются в следующем. Человек едет крышей, если у него нет возможности уединиться. Это блестяще используют лидеры тоталитарных сект, закрытых сект, которые устраивают свое жилище для своих сектантов так, чтобы они не могли уединиться вообще. Это общие комнаты. То есть невозможность уединиться резко повышает внушаемость. А если его еще не докормить, и у кого пищи сказать будете, вегетарианцы, грех есть мясо. А если еще не доспать, вы должны молиться. То есть длительные комлания и медитации. Не доспал, не доел, не уединился. Грузи его. Он проглотит все, что угодно. То есть повышается внушаемость колоссальным образом. Крыша едет, дом стоит. То есть если невозможно уединиться, едет крыша. С другой стороны, невозможность общения с другими людьми. Вот та же моя родная Валерия Сергеевна, она изучала, ей сейчас 89, когда ей было 75, она вдруг решила изучать психологию людей без будущего. Шутка люди без будущего. Это люди, приговоренные к смертной казни или пожизненному заключению. Она добилась разрешения и поехала в мордовские лагеря, общалась с этими бандитами, у которых там по 28 убийств за спиной. И некоторые из них особо опасные были в одиночных камерах. Вот. И вот она, общаясь с ними, то есть она, вообще две потрясающие книги Валерии Сергеевны об этом. Одна называется отчужденная точка абсолют отчуждения, вот, а вторая отчуждение человека в обыденной жизни. Это две толстенные книги, в которых куча писем от этих зеков, которые она получала. Это вообще потрясающе интересная книга, да? Вот. Так вот, получается, если человек в одиночке, без общения с другими людьми, крыша едет, и невозможность уединиться, тоже крыша едет. Так вот, что получается? Вот это две крайности между отчуждением и обособлением. Да? То есть вот то, что мы говорили, да? Вот есть отождествление, простите, отчуждение, отождествление и обособление. То есть мы понимаем, что вот между обособлением и отчуждением должен быть разумный баланс. То есть мы должны находиться в этом пульсирующем состоянии. Если я включен в других, у меня должно быть время для размышления, для уединения. Поэтому я плохо понимаю, когда человек в туалет идет с мобильным телефоном. Ну хоть в туалете ты отключись. Это уже какая-то зависимость начинается, зависимость от связи с другими людьми. Так вот, вот эти две крайности отчуждения и обособления, они проявляются в разных вариантах. Вот нарушение этой самой приватности, да? То есть идентификация обособления, то есть она должна быть находиться вот как маятник в амплитуде. Так вот, смотрите, вот тут наш круг. И, соответственно, вот этот круг, вертикаль послушания наставничества, горизонталь соперничества, сотрудничества, я показываю варианты их нарушений по порядку. Верхнее нарушение. Итак, вот три круга. Внешний, так, еще раз, внешний круг, круг гиперотождествления, когда избыточно невозможность уединиться. Второй круг, это круг гиперобособления. Вот теперь смотри. А третий круг, это круг одиночества, когда нет значимого. Итак, смотрим, три нарушения. Гиперопека. То есть, это когда родители так залюбили Васю, так залюбили Васю, так залюбили Васю, что он не взрослеет. Почему? Потому что за него все решают. Это то, что называется гиперопека. Другой вариант, гипоопека, это когда, Товася уже взрослый, Товася, ты уже взрослый. Алло. Пожалуйста. Вот. Да ты уже взрослый, ты уже взрослый, на него наваливают столько, что он меня может потянуть. Он сказал, да ни хрена я не буду делать. Все равно, я же не могу все выполнить, что вы мне поручили. Все равно попадет, поэтому ничего не буду делать. Ни в гиперопеке, ни в гипоопеке подросток не взрослеет, потому что в одном случае ему не дают взрослеть, а в другом случае ему дают избыточно взрослеть. И все равно понимаешь, что все равно я все выполню. Не буду ничего принимать решение сам. То есть в итоге нарушается и то, и другое. И третий вариант, одиночество. То есть это когда у Васи при живых родителях и при живых воспитателях и социальных педагогах и школьных психологах нет значимого взрослого, с которым он связан доверием и авторитетом. Шаг второй. Нарушение наставничества. Нижнее, подавление. Это когда старшему поручили младшего, а он ему устроил гидовщину. Понятно, да? Он ему так, принеси то, принеси все, а там и так далее. Один вариант. Второй вариант, гиперобособление, потакание. Это когда старшему поручили младшего, а он ему разрешает делать то, что не разрешает взрослеть. Это другая крайность. Но самая страшная крайность – это одиночество. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, папа с мамой ходят в гости к нам. В доме у меня нет младших сестренок и братишек, в школе мне не поручают никого младшего, я рожду жлобом, эгоистом, а еще мне говорят, что ты должен быть конкурентоспособным, я тогда буду вдвойне жлобом. Вот. Третий вариант – нарушение сотрудничества. Крайность, крайность правая, подчиненность – это когда в этом сотрудничестве нарушается равенство, когда один все подавил и всех в этом в общем деле, один стал паханом. Вот. Второй вариант – обособленность, это когда все расссорились и общее дело завалили. Третий вариант – а нет общего дела. А нет общего дела. Дальше. Нарушение соперничества. Приезжают мои дети с Олимпиады по астрономии из района, не заняли никакого места. Андрей Александрович, вас не было в жюри, там все было нечестно, там все было нечестно, учителя своим детям, своим школьникам помогали, а нам мешали. Вот когда мы организовываем или вместе с ними организовываем какие-то фестивали, конкурсы, спартакиады, олимпиады, все должно быть максимально честно. То есть если мы нарушаем честность, получается крайность пособничества один, препятствование другим, но чаще всего что получается? А нет никаких олимпиад, нет никаких соревнований. И в итоге мы получаем в ряду катастрофическую ситуацию. У Васи по вертикали значимого взрослого нет, у него нет никого взрослого, кому он доверяет, с кем он связан, нет младших, над кем он наставничает, никаких общих дел у него нету, сотрудничества нету, никаких соревнований у него нету, у него замкнутый круг одиночества, а петля рядом. Нет значимых старших, нет значимых младших, нет друзей. А мы говорим, что ему не хватало? А он взял кожаный ремень и повесился на турнике в школьном дворе. Реальная ситуация. И мы все гадали, дома у него все есть, родители обеспечены, а у него был замкнутый круг, он никому не доверял. Ну и самое последнее, чего я хотел бы вам сегодня сказать, самое последнее для тех, кто вдруг работает в школе. Я совсем буду коротко, в оставшиеся 7 минут. Ну понятно, это итоговая сегодняшняя схема, то есть когда мы хотим обеспечить полноту воспитательной деятельности, воспитание нашего человечка школьного, мы должны обеспечить ему в режиме чередования пульсаций вот эти все 4 процесса. И последнее. Мы знаем, что сегодня по решению нашего президента было внесено поправка в закон об образовании, где внесли понятие воспитания, которого не было у нас вдруг 30 лет, а то вдруг... Как же мы без воспитания были 30 лет? А вот как-то так и были. Вот. Соответственно, каждая школа и каждое образовательное учреждение от детского сада до университета должна иметь свою образовательную программу. В школьных... То есть эту примерную программу воспитания была разработана Институтом стратегии развития образования. Вот. В этой программе были предложены школам вот эти модули. И мы понимаем, что из отдельных модулей воспитание сложить невозможно. Понимаете? То есть человек это целостность. И из отдельных частей целостный человек не получается. И тогда что делать? То есть школа заставляет вот эти модули соблюдать. И тогда мы вспоминаем нашу модель и говорим, что существует у нас четыре сферы воспитательной деятельности. Сфера послушания, которая обеспечивает воспитание, уважение, внимательность, умение прислушиваться, слушать и слышать. Сфера наставничества, которая воспитывает чувство даяния, заботы, милосердия, терпения. Сфера сотрудничества, она же суработничества, синергии, воспитывает солидарность, уступчивость, умение работать в команде. Сфера соревновательности, целеустремленность, настойчивость, умение радоваться успехам другого. То есть мы видим, я сейчас что сделаю? Я сейчас перечислю личностные качества, которые мы должны воспитать нормальным человеком. А дальше мы что делаем? Мы берем, то есть это по горизонтали, вот желтая полоса. Мы что берем? А мы берем модули, и мы смотрим, через какие реальные школьные события можно воспитать. И дальше, что это такое? По мере необходимости мы заполняем эту матрицу отдельными школьными событиями, и тогда смотрим, что мы потеряли по вертикали, что мы... Это не означает, что все клеточки должны быть заполнены. Нет, ни в коем случае. Но если мы видим, что по вертикали у нас нет ни единого школьного дела, то мы понимаем, что мы теряем какую-то сферу, либо сферу воспитания чуждояния, заботы, милосердия, чтобы мы понимали, из чего она складывается, а уже потом это делали по-другому. Вот на этой оптимистической ноте я только хотел вам показать на экране QR-код своего телеграм-канала, где выложена сегодняшняя презентация и текст сегодняшней лекции, и будет объявление о следующей лекции. Анонс. Следующая лекция, которая состоится через две недели здесь же, будет посвящена необычайно интересному вопросу о том, как... Ну, у Пигров следующая встреча будет таким. Две мои младшие дочери, когда были совершенно маленькими, а моя супруга-филолог научила их играть в филологические игры, они сидели, играли в Антонина. Черное, белое, высокое, низкое, широкое, узкое, потом перешли в категории времени. Прошедшее, будущее, старшее, говорит, настоящее, младшее напряглась, 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 напряглась и говорит, понарошечное. Так вот, следующая лекция будет называться «Человек на перекрестке между прошлым и будущим настоящим и понарошечным». Будет речь идти о том, как организовать воспитание человека, чтобы его жизнь не превратилась в понарошку, то есть в бессмысленную перечень развлекухи. То есть, как сделать так, чтобы жизнь человеческая была настоящей. То есть, речь будет идти о таком сложнейшем психологическом понятии, которое называется словом «хронотоп». Соединение разных цветов времени в одном месте. Ну, что это такое, и чем его едят, мы разберемся с вами следующий вторник в 18... Через один вторник в 18.40, как обычно. Ну, две минуты осталось для вопросов и ответов. Вот, ну да ладно. Значит, дорогие коллеги, еще одно объявление. Апрель у нас будет пауза. То есть, в апреле открытых лекций не будет, потому что вторники... Ну, то есть, у меня две большие командировки. Я неделю читаю лекции в Душанбе и две недели буду читать лекции в Дамаске. Поэтому я не попадаю к вам, поскольку я буду на Востоке. Вот. Неделю я буду в Таджикистане и две недели в Сирийской Арабской Республике. Я буду читать лекции в этих городах. Ну, я обещаю вам, что в мае мы к этому вернемся. Но следующий, вот через один, в мартовской еще одна лекция обязательно у нас с вами состоит. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok